МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, репортёр! 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Марина Тимофеева смотрите сегодня в программе. Область строит защиту. Первые 100 костюмов КАМАЗ, специальные костюмы защитные для работы медиков, передал медсанчасти. 75 из них достанутся лечебному учреждению, ещё 25 передадут в Димитровград. Всё для нашей безопасности. Сами напугали, сами поругали. Сейчас будут рекламировать апельсины, будут дорожать апельсины. Участливо лаврушки нет, сказали, что лаврушку надо заваривать. Так что это зависит не от нас. Витаминный бум в России. Спокойно иди и сдай. Режим самоизоляции для тех людей, которые помогают в медицинской деятельности, естественно, он на них не распространяется. То есть любой донор, который идёт сдавать крови, он от этого режима освобождается на какой-то период времени. Ваша кровь поможет спасти жизни. Поддержать сферу здравоохранения в сложный пандемический период и перезапустить региональную экономику – ключевые задачи для Ульяновской области, обозначены Сергеем Морозовым. Тему продолжит Алексей Сорокин. Поддержка и усиление позиций системы здравоохранения и работников медучреждений планируется в трёх направлениях. Приведение в идеальное состояние всех учреждений и полная готовность принять пациентов, обеспечение необходимым оборудованием, поддержка медицинских работников. Я только что сейчас подписал указ губернатора, вот сейчас мы с Валерой Васильевичем его ещё раз проговорили, о серьёзных дополнительных мерах поддержки работников здравоохранения, прежде всего финансовой поддержки. Кроме этого, в ближайшую неделю мы подготовим ещё целый пакет мер поддержки работников здравоохранения. Не менее важный вопрос – перезапуск экономики. Главная задача – дать возможность предприятиям возобновить работу уже сейчас. Принято решение о введении более жёстких требований к работодателям. Первым пунктом – обеспечить безопасность трудовых коллективов, включая усиленную дезинфекцию помещений, расстановку персонала на рабочих местах и возможность транспортировки сотрудников к месту работы. С сегодняшнего дня целый ряд системообразующих предприятий начинает выходить на работу. Не исключаю, а наоборот даже могу как-то анонсировать о том, что аналогичное решение будет принято в отношении среднего и малого бизнеса. С начала года собрано более 10,5 миллиардов налоговых и неналоговых платежей. Из-за остановки производств бюджет лишился более 1,5 миллиардов. Сейчас основной задачей правительства является обеспечение и финансирование первоочередных расходов. В первую очередь уплачивается заработная плата всем работникам бюджетной сферы. Во-вторых, все виды социальных пособий. И в-третьих, мы финансируем все, что связано с медициной. Завершилось аппаратное совещание назначениями. Пост заместителя председателя правительства, министра здравоохранения, занял Виктор Мишарин, экс-директор третьего психоневрологического интерната в Москве. К своим обязанностям новый министр приступит 8 апреля. КОВИД-19 плюс 1. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ульяновской области пополнилась новым подтвержденным случаем. На этот раз положительный тест у жительницы Новоспасского района. Екатерина Терещенкова продолжит тему. Недомогание, температура 37,3, сухой кашель. Жительница Новоспасского района 26 марта обратилась за помощью к медикам. Незадолго до этого девушка отдыхала на Бали. Первый тест на коронавирус оказался положительным. Позже диагноз подтвердили уже столичные медики. Она продолжает лечение в инфекционном отделении в нашей больнице. В настоящий момент состояние ее удовлетворительное. Все лечение она получает в полном объеме. Длительность обусловлена тем, что ей необходимо будет повторное тестирование на данную инфекцию, чтобы убедиться, что у нее ее нет перед тем, как выписать домой. В группе контактных лиц 9 человек. Все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Еще у 16 жителей региона получены первые условно положительные тесты. 13 из них – жители Корсунского района. Область продолжает подготовку медучреждений для лечения больных COVID-19. На базе медсанчасти УАЗ разместят госпиталь на 415 коек, большую часть из которых расположат в терапевтическом корпусе, оставшиеся в бывшем гинекологическом. Там будут шлюзы на вход и выход, там будет разделение на чистую и грязную зону, как в одном и в другом корпусе. И благодаря этому мы обезопасим своих сотрудников и рационально будем оказывать медицинскую помощь. Здесь уже закуплено 15 аппаратов ИВЛ, еще 60 поступят в ближайшее время. Всего на ремонт медсанчасти инфекционного отделения ЦГКБ и обсерватора в инфекционном отделении Новоульяновской городской больницы потратят 214 миллионов рублей. Еще 240 поступят из федерального центра. Средства направят на подготовку специализированных боксов и обсерватора, в том числе оснащение их оборудованием и закупку средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств для обеспечения готовности к приему больных с коронавирусной инфекцией. Первые 100 костюмов КАМАЗ, специальные костюмы защитные для работы медиков, передал медсанчасти. 75 из них достанутся лечебному учреждению, еще 25 передадут в Димитровград. А еще лекала для наладки собственного производства на промышленных площадях Димитровградского автоагрегатного завода. В апреле в регион поступят и почти 9 тысяч респираторов, порядка 50 многоразовых защитных костюмов. Наладит и собственное производство масок. Эти изделия уже сертифицированы в России и имеют полный пакет документов о соответствии. Проект очень важен, еще и потому, что будут созданы новые рабочие места, причем с соблюдением всех необходимых санитарных норм. В настоящее время уже проходит отладка и тестирование трех производственных линий. Производство запустят в портовой зоне в конце апреля. Первоначальный объем выпускаемых изделий – 200 тысяч одноразовых масок ежедневно. Екатерина Терещенкова, Юрий Давыдов, репортер 73. По состоянию на 12.00 7 апреля в Ульяновской области официально подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом. Выздоровел один человек. В стационары области госпитализировано 24 человека с ОРВИ, прибывших из-за рубежа и контактных с прибывшими из-за рубежа. Под наблюдением медработников находится 483 человека. Остальные сняты с наблюдения. Полицейские проводят разъяснительную работу, в том числе с участием добровольных народных дружин, привлекаем сотрудников ДНД. Мы проводим данную работу, особое внимание уделяем людям преклонного возраста, людям, находящихся в группах на улицах. Сотрудники внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации. Призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность преднабрежения данными мерами и запретами. А также предлагают направиться домой, если граждане уже реализовали свою цель, по ходу того же самого похода в магазин или в какую-то организацию, которая продолжает свою деятельность. Ограничения, установленные указом губернатора в пункте 16.3, не распространяются на граждан, которые продолжают свою деятельность в рабочих организациях. Режим повышенной готовности и с чем его едят. Ульяновская область живет в этом ритме с 12 марта. При этом в соцсетях до сих пор можно найти сообщения, в которых людях, видимо, не совсем понимающие сложившуюся ситуацию в стране, говорят о том, что их дома удержать может только введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. А вот повышенная готовность и самоизоляция – это, мол, не про них. Про них, про них, про всех. Самоизоляция не каникулы, а необходимая мера для недопущения распространения коронавируса. Силовики, юристы и представители управления по вопросам общественной безопасности еще раз разъяснили о введенных в регионе мерах и о последствиях, которые ждут нарушителей. Для режима чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне должно быть не меньше 10 пострадавших. Только тогда органы местного самоуправления могут принять подобное решение. Региональный уровень ЧАЭС – другие цифры. Минимум 50 человек. В Ульяновской области действует режим повышенной готовности. При режиме ЧАЭС получается, как ситуация, она уже произошла. То есть, либо массовое заражение, поэтому и достали, допустим, серьезные уже последствия, когда ликвидируется непосредственно чрезвычайная ситуация, в том числе и вот с таким массовым заражением. При этом до прошлой недели ввести режим ЧАЭС при эпидемии было вовсе невозможно. Потребовалось вносить поправки в федеральный закон. Готовность или ЧАЭС? В чем принципиальная разница? Режим ЧАЭС повышенной готовности с точки зрения ограничений для граждан определенных, мер социальной поддержки, с точки зрения поддержки бизнеса. Он ничем не отличается. То есть, никаких специальных обязанностей при ЧАЭС в отношении органов государственной власти, по отношению с гражданом и бизнесом нет. Теперь о людях. Карантин или самоизоляция? В последнее время все больше людей путаются в этих понятиях. Давайте разберемся. То, что сейчас происходит в Ульяновске, это самоизоляция. На карантине только те, у кого есть подозрения на заболевание. Или он недавно прибыл из-за рубежа. А еще те, кто контактировал с опасным человеком. Эти люди и должны, согласно предписаниям Роспотребнадзора, соблюдать карантинные меры на протяжении 14 дней. В случае, если сотрудниками полиции выявляется факт нарушения предписания Роспотребнадзора, то есть гражданин покидает то место, где он должен находиться в соответствии с предписанием, ну, как правило, это в своем жилище, сотрудники полиции составляют протокол по частям 2 и 3 статьи 6.3 Кодекса административных правонарушений. Для остальных самоизоляция. В магазин, в аптеку или на прогулку с собакой выходить можно. Можно и на работу, если есть соответствующая справка. И само предприятие не приостановило свою деятельность. Но не стоит удивляться, если на улице с профилактической беседой к вам подойдут сотрудники полиции или народные дружинники. Мы не преследуем целью наказать наше население рублем в первую очередь. Речь не идет о штрафах, речь идет о профилактической предупредительной работе. И вот этот состав 20.6.1 предусматривает, что протокол, составленный сотрудниками теми, кто уполномочен составлять эти протоколы, у нас такой перечень составлен, губернатором подписан, направляется в суды. Суды принимают решение. В первый раз дело, как правило, заканчивается предупреждением. С момента введения самоизоляции на рассмотрении судов находятся всего шесть протоколов. В Москве и Московской области начинает свою работу Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Пройти бесконтактное тестирование на COVID-19 сможет каждый, правда, пока что на коммерческой основе. Планируется расширить ее предоставление на всей территории России. И пока экспресс-тестирование малыми, но верными шагами пробирается в регионы, мы посмотрели, как складывается ситуация с коронавирусом у наших ближайших соседей по ПФО. Подробности у Максима Бажанова. Первыми на связь вышли республика Мордовия, Саранск. По самым последним данным, в регионе зарегистрировали еще один случай коронавирусной инфекции. Всего таких шесть человек и троих уже выписали. Так же, как и в Ульяновской области, в Мордовии введен режим полной самоизоляции. Однако с начала недели заработали сразу несколько ранее закрытых предприятий. И, как оказалось, соблюдать новые требования безопасности готовы не все. На литейном заводе он входит в структуру, принадлежащую олигарху Олегу Дерипаске. Возникла на проходной толпа. Ни о какой социальной дистанции речи уже не шло. Люди были без масок. Поэтому мы будем выяснять, последуют ли какие-то санкции в отношении руководства литейного завода. В общем-то, ситуация в Саранске спокойная. Людей, конечно, значительно меньше. Машин на улицах тоже меньше. Мы продолжаем работать так же, как, я думаю, вы. В этой ситуации мы с вами в одной лодке. В соседней Саратовской области ситуация с пандемией несколько критичнее. 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое скончались, один выписан. Еще 44 человека ждут результаты повторных анализов. Отличие от многих регионов, местные власти отказываются озвучивать места заражений. Видимо, в избежание паники. Рассказали чиновники и о том, почему в регионе не озвучивают адреса жителей, у которых подтвердился коронавирус, как это делают в столице. По их словам, главное – это провести дезинфекцию помещений и определить круг контактных лиц. Этих мер достаточно. Тем более, есть такое понятие, как сохранность личных данных. А в Оренбуржье жители одного из сел на собственном опыте теперь знают, чем самоизоляция отличается от карантина. На карантине находится одно село – Новоникитино. Самоизоляция в регионе пока продлена до 12 апреля, хотя часть предприятий уже приступили к работе. Но к ним предъявлены особые требования безопасности. Масочный режим, входной контроль, дезинфекция рабочих мест. Улицы областного центра заметно опустили. К сожалению, ситуация с пандемией в каждом регионе примерно идентичная. Пик заболеваемости не пройден, количество инфицированных с каждым днем становится все больше. Как рассказывают специалисты, есть всего два сценария развития событий с пандемией в России. Пик инфекции в лучшем случае пройдет через 10 дней. В худшем – в мае-июне. Максим Бажанов, Юрий Давыдов, репортер 73. Имбирно-лимонный бум. Сначала необоснованный ажиотаж возник на туалетную бумагу. Следом, с полок в магазинах начала пропадать гречка. А на прошлой неделе резко подорожали имбирь, лимон и чеснок. Обоснованность скачка цен сейчас проверяет ФАС по поручению Генпрокуратуры. Мы прошли по магазинам, сравнивая цены и узнали, скупают ли ульяновцы имбирь и лимон в период пандемии. Чеснок, имбирь, лимон подорожали. Имбирь на равных с красной икрой, а лимон стоит как дорогое мясо. И это уже падение цен. На центральном рынке в Ульяновске еще на прошлой неделе имбирь шел по 3 тысячи за килограмм. Сейчас будут рекламировать апельсины, будут дорожать апельсины. Сейчас уже лаврушки нет. Сказали, что лаврушку надо заваривать. Так что это зависит не от нас. Дома лучше хрен с чесноком. Все, что связано с витаминами, резко возросло в цене. Причем не только на рынках, где цену определяет продавец, но и в торговых сетях. К примеру, лимон повысился практически на 120%. Это очень много. На завтрашний день объявлены торги. Цена уже только 375 рублей отпускная цена. Для минимизации этого мы действительно приняли решение, что свою наценку опускаем на нет. А если сегодня вы видите в продаже, мы даже в минус торгуем. Новая валюта 21 века. Так, в социальных сетях шутят об имбире. Вот подобный кусок стоит почти 300 рублей. Необоснованный ажиотаж сейчас связан с якобы чудотворными свойствами растения. Излечение от коронавируса. Об этом на полном серьезе на платформе в социальных сетях вещает мужчина. Однако ВОЗ предупреждает лимон, чеснок и имбирь. Он лишь повышает иммунитет, но никак не лечит от новой инфекции. Вскоре после начала имбирно-лимонной стерии генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность цен на лимон, чеснок и имбирь. Действительно, цена возросла. Это связано с рядом причин. Первое, это, конечно, то, что те дешевые сегменты из стран, в которых мы везли дешевые продукты, имбирь, лимон и чеснок, они сейчас закрыты на вирус. Традиционно Турция была поставщиком дорогого сегмента лимонов и имбиря точно так же. Поэтому сейчас поставщики берут более дорогой сегмент и лимона, и имбирь. Имбирь, конечно, богат очень витамином С, но также это очень агрессивный продукт по отношению к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. И при его злоупотреблении развивается острый панкреатит, обострение происходит хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обогатить свой организм можно и без ущерба для вашего кошелька, говорят врачи. Покупаем доступные продукты, например, квашеную капусту, яблоки, но и ими не стоит злоупотреблять. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73. От реальной пандемии коронавируса к потенциальной пандемии дефицита. И если для лимонов и имбиря варианты возможны, но для донорской крови альтернативы нет. Одна болезнь не отменила множество других, но режим самоизоляции донорский поток заметно ограничил. Пока не стало поздно, не сдаемся. Сдаем. Берем за девиз и смотрим материал Татьяны Домодановой. Светофор – некий символ и гарант нашей безопасности. И все мы с младых ногтей знаем, что обозначают эти три заветных цвета. Зеленый – пожалуйста, двигайся. Желтый – прояви внимание. Наконец, красный – повышенное внимание. Стой. Так и в общероссийской службе крови существует так называемый донорский светофор. Так вот сейчас он мигает исключительно желтым и красным цветом, что говорит о том, что проблема есть, она реальная и требует незамедлительного решения. Для Александра Мусаткина горит зеленый, прервал режим самоизоляции и прибыл на станцию переливания в составе мобильной бригады волонтерского центра партии «Единая Россия». Для максимальной безопасности в персональном авто от подъезда до подъезда. Станция переливания крови обращается к нам в заявку, формирует список лиц, конкретных доноров, которых необходимо доставить, которые в этом нуждаются. Мы отрабатываем нашу заявку. Режим самоизоляции для тех людей, которые помогают в медицинской деятельности, естественно, он на них не распространяется. То есть любой донор, который идет сдавать крови, он от этого режима освобождается на какой-то период времени. В период самоизоляции частные медицинские заведения работают следующим образом. Своим пациентам они отправляют СМС. То есть если патруль остановит человек, то сразу будет понятно, куда он идет. Показал патрулю – идешь дальше. Здесь, на станции переливания крови, пошли по другому, более осязаемому пути. Здесь выдаются справки донора. То есть если вас остановили, черным по белому написано и сразу понятно, где вы были и что делали. Третий раз я сдаю кровь. Не так много. Хотелось бы больше, но теперь буду делать это намного регулярнее. Потребность высока, но дефицита нет. Пока. Запасов хватает, а донорский поток хоть и снизился, но до критичных отметок не дошел. Здесь рады любым инициативам, и партийным, и личным, лишь бы не иссякало кровяное русло. В сложившихся условиях регион и сам может стать донором. Дефицит крови у соседей в Самаре, Пензе, Татарстане. И это при том, что выездные акции там разрешены, а у нас на них табу. Причина относительного благополучия – сознательность ульяновцев. Елена Овсянникова не просто донор, а почетный. Кровью жертвует регулярно с 2003-го. Спасла сотню жизней. В кровные ряды вербует. Предложила. 18 лет исполнилось. Говорит, сынок, хочешь, попробуй, получится. Согласился, ходит. Кровь нужна любая. Острая нехватка второй группы. Узнаем подробности по телефону. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. За город трудовой доблести. Свои голоса за присвоение Ульяновску почетного звания отдали около 30 тысяч наших земляков. Ранее эту инициативу поддержали федеральные эксперты. Основаниями для статуса считаются награждения предприятий госнаградами, вручения им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР. Награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, подтвержденные факты трудового героизма жителей города в период войны. В городе трудовой доблести устанавливается стела с его гербом и текстом, соответствующего президентского указа. Далее расскажем о других событиях, происходящих в региональной столице и регионе. В областном центре открылось 8 пунктов госаптеки. В Заволжском районе на авиастроители 5 и 31, Созидатели 11, Тюленево 7, Оренбургской 27 и в проезде с заводском 30А. В Ленинском на Нариманово 35 и в железнодорожном районе на Локомотивной 13. Всего в городе запланировано 11 пунктов ульяновской государственной аптеки. Аптечный склад в полной мере соответствует требованиям хранения, доставки и отпуска льготных медикаментов. Формирование комфортной городской среды и региональная программа комплексного благоустройства. В 2020-м в Ульяновске обустроят 55 дворов и 8 общественных пространств. В их числе аллеи ветеранов, парки молодежный, новое поколение прибрежный, скверы на Среднем Венце, УДК имени Перо Мая и Современник, а также сквер Карамзина. В совокупности на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено почти 357,5 миллионов рублей. Госуслуги онлайн. Число ульяновских пользователей значительно возросло. По итогам 2019-го ежегодный рейтинг Росстата показал рост с 72,5 до 81,5%. Таким образом, наш регион занял 23-е место по стране, поднявшись на 22 позиции, а также шестое место в ПФО. Самые популярные услуги – регистрация рождения ребенка, регистрация по месту жительства, выдача сертификатом от капитала, запись в детский сад или школу, проверка штрафов, запись к врачу. Также активно ульяновцы пользуются возможностью выхода на пенсию в режиме онлайн. Воспользоваться порталом госуслуг можно с персонального компьютера или через мобильное приложение. В маршрутках снова поменялась цена. В этот раз, на удивление, всем перевозчики снизили цену на 3 рубля. Теперь проехаться по некоторым маршрутам ульяновска можно со скидкой – всего за двадцатку. Чем это вызвано и долго ли продлиться, узнавала Маргарита Матюшинская. С марта 2019 года за проезд в маршрутках ульяновцы стали передавать на 3 рубля больше. Перевозчики предупреждали – это не предел. Но 3 апреля 2020-го транспортники преподнесли гараженам приятный сюрприз. На некоторых маршрутах проезд теперь стоит всего 20. Поддержать ульяновцев в непростое время оказались готовы водители 5-го, 67-го и 78-го. Дома все сидят, все равно же не ездят. Студенты дома, пожилые люди дома. Никто не ездит, все равно соблюдает все самоизоляцию. Все дома сидят, очень мало людей ездит. Машин в парке не уменьшилось, зато уменьшилась цена. Тем не менее, салоны полупусты. Все дома на самоизоляции. Пандемия серьезно ударила по кошельку многих. Изменились доходы. Прежними остались только цены на топливо. Для маршрутчиков снизили стоимость ежедневной путевки. Это помогает совсем не выпасть из обоимы. Но и о доходах речи уже не идет. Работать надо, семьи надо кормить. Кредиты, все вот это. А куда деваться? Когда ездим, маску одеваем, чтобы не заразиться хотя бы. А куда нам деваться? Деваться некуда. Общественного транспорта стало в разы меньше. Причина – самоизоляция населения. Обычное расписание для маршруток действует сейчас только в час пик. В связи с профилактическими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также самоизоляции граждан, администрации города Унияновска принято решение снизить транспорт, обслуживающим населением, до 30%. Весь транспорт сокращен от графика движения в три раза. Если где-то раньше интервал движения был 7-10 минут, то сейчас соответственно от 20 до 20 минут. Машины, оставшиеся в гараже, выпустят, как только завершится режим самоизоляции. А скидки в маршрутках исчезнут с возвращением прежнего спроса. Так что со 100% гарантии ценник быстро станет прежним. 23 рубля днем и 27 рублей после восьми вечера. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Санаторное лечение с доставкой на дом. Профилактика, помощь психолога, консультация диетолога и врача-терапевта. Пока санаторий закрыт, на карантин оздоровиться можно, не покидая собственный дом. Екатерина Терещенкова с подробностями. Мы с собой берем нашу ундровскую минеральную воду. В теплом виде для этого приобрели тормоза. Фиточай. Так, ингалятор. Сеансы физио- и фитотерапии, ингаляция, массаж, а еще консультация психолога и врача. Сегодня оздоровительные процедуры можно получить на собственном диване. Санаторий приходит в дом. Социальный проект специалистами реабилитационного центра имени Чучкалова опробован еще пять лет назад. В условиях пандемии пакет процедур актуализировали. В основном мы брали участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны. Постепенно контингент наш расширялся. Сейчас у нас труженьки тыла, реабилитированные, лица пожилого возраста с различными хроническими заболеваниями. В основном нам вот этих вот людей представляет орган социальной защиты, кто нуждается вот в таком вот лечении на дому. В числе нуждающихся сегодня те, кто должен был в этом году ехать на курорты и санатории, но отложил поездку из-за карантина учреждений. В составе мобильной бригады три человека. Это врач, лаборант и психолог. Иногда еще берут с собой массажиста. Только силами санатория имени Чучкалова. Сегодня в Ленинском районе обслуживают пять пациентов. Валентине Ивановне 79. Хронические болезни ограничили ее в передвижении. Купить продукты, убраться дома и приготовить обед помогают соседи. На домашнем оздоровительном лечении женщина уже пятый день. При первой встрече, как и положено, у нее собрали все необходимые анализы, сделали ЭКГ. Врач составил список процедур. Да это же красота. Ну как больше вот вышелись, скажешь. Ну это же красота. Ноги-то не ходят. На машину-то я теперь не залезу. Сегодня соцреабилитационные и психологические услуги на дому представляют реабилитационные центры Вишкаемского и Кузоватовского районов и санатории и центры из Ундр, Новоульяновска и Димитровграда. Екатерина Терещенкова, Юрий Давыдов, репортер 73. Оставайтесь дома, но делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн. Тройное W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова